1899 пожаров, на которых погибло 188 человек. В МЧС подвели предварительные печальные итоги года. Хотя смертей в этом году пока меньше. В 2015 в огне погибло 232 человека. Дома горят в основном из-за нарушения требований к электрооборудованию и эксплуатации печей. Один из свежих примеров, как мы уже сообщали, был на улице Целиной в минувшее воскресенье. Банная печь, а точнее отсутствие защитной стенки, за ней стала причиной возгорания. В итоге коттедж уничтожен огнем со всеми надворными постройками. Обошлось без жертв. В МЧС напомнили, что рейды по домам частного сектора проводятся регулярно. Жители не только информируют о правилах использования печей, но и в определенных случаях штрафуют за грубые нарушения требований техники безопасности. Если же систематически поступают какие-то жалобы на граждан о том, что нарушаются требования пожарной безопасности. Если сотрудники увидят грубые нарушения требований пожарной безопасности, на которые, так скажем, граждане не будут адекватно реагировать, конечно же, будут применяться меры административного воздействия. На граждан они есть от предупреждения до штрафа в размере 3000 рублей. Кроме того, в преддверии новогодних праздников начинается профилактическая работа там, где пройдут массовые мероприятия, а также в точках продажи пиротехники. В МЧС напомнили гражданам, чтобы не пострадать от паленого товара, не стоит гнаться за дешевизной. Покупать фейерверки необходимо только в крупных торговых центрах, у которых есть соответствующее разрешение. Уличные лоточники зачастую продают пиротехнику без сертификата в соответствии. За это положен серьезный штраф на должностных лиц до 40 тысяч рублей, на юридических до 300 тысяч. За нарушение лицензионных требований, то есть когда будут продаваться товары без сертификата в соответствии, такого вида наказания, как предупреждения не существует. Только штрафные санкции. Впереди действительно горячая пора. В предновогодние дни и сами каникулы у пожарных в выходных не будет. Сотрудники МЧС в это время несут службу в усиленном режиме. Евгений Гуляев, Степан Капеляев, телевизионная служба новостей.